Сергей Сергеев внес предложение поощрить особо отличившихся специалистов и работников коммунальных служб за проявленную инициативу и ответственность во время ликвидации последствий сильного ливня. Например, улицы Северной мы провели подготовительные мероприятия. Если бы мы их не провели с момента последнего подтопления, то последствия были бы более жесткими и больше бы было ущерба. Однако же наши подготовительные мероприятия проработали примерно полчаса, потому что осень, листья и вот эти философские размышления по поводу ливневки и так далее. Дорогие друзья, если проезжая часть дороги не справлялась и 60-70 сантиметров летела воды, какая ливневка, о чем можно вести речь? Мы же взрослые люди и многие из нас имеют высшее образование, кто-то инженерное. Это стихия. Еще раз хочу поблагодарить. И я увидел, честно скажу, для себя положительные моменты отметил по поводу налаживания обстановки взаимоотношений между нами, я имею в виду властью, и взаимодействующей с нами организациями. Я говорю о коммунальщике, чисто о Напе, о Напе-благоустройстве. Люди выходили и работали еще до окончания всех этих неблагоприятных погодных явлений. Тему продолжила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. По ее инициативе в городе начнет работу группа сотрудников управления имущественных отношений ЖКХ, предприятие Кубанинерго и глав сельских округов. Задача рабочей группы – создать реестр подстанций во всех населенных пунктах. Проверить договоры аренды земли и обслуживания. Критики Светланы Яровой подверглись ответы специалистов по обращениям граждан. На каждое заявление должен быть конкретный ответ с конкретными цифрами и сроками. Я считаю необходимым в разрезе каждого сельского округа и, соответственно, города составить реестр для себя, чтобы мы имели понимание, что это за дороги, ширина, длина, сколько домов, в каком она состоянии. Если у нас завтра по решению главы города или администрации края мы выходим в ту или иную программу софинансирования и нам предлагают 50, 100 миллионов, неважно, то мы должны быть уже готовы выйти с предложением, где, в каком сельском округе или какие улицы города будут в первую очередь отремонтированы. Я предлагаю поднять, попросить наш отдел писем, начать с заявлений и обращений граждан по всем территориям. И, в общем-то, я понимаю, что это работа не одного дня, но до конца года, я думаю, мы с ней справимся. Проведут анализ обращений и определят, какие дороги необходимо ремонтировать в первую очередь. Глава города Сергей Сергеев настоятельно рекомендовал внести положение правил благоустройства Анапы в экзаменационные билеты и принудить чиновников сдавать этот экзамен. Проверку пройдут заместители мэра и руководители городских управлений. О работе с должниками и мотивации погасить долги за аренду помещений рассказала заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Предприятия, за которыми числятся долги, будут вынуждать оплатить по счетам, инициируя банкротство этих предприятий. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова доложила о положительных явлениях в жизни города-курорта. Успешно прошел первый в череде осенних день здоровья в Анапе. Некоторые моменты переняли у организаторов акции «Онкопатруль». По итогам работы за 9 месяцев управление по делам молодежи вышло на третье место в крае. О спортивных результатах анапчан волейбольной команды футбольного клуба Анапа доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов, отметив, спортивная неделя прошла успешно для всех составов анапских команд.